18 октября в кабинете главы Игоря Ральникова состоялось очередное еженедельное совещание с руководителями отделов администрации и предприятий города. Как доложила заместитель главы по социальным вопросам Татьяна Попова, ситуация с коронавирусом в городе тяжелая. Количество заболевших – 23 человека, на 38% меньше, чем недели ранее. Из них 15 человек старше 65. Общее число заболевших по городу составило 1318 человек, 1184 выздоровели. В бою продолжается прививочная кампания. Темпы вакцинации значительно возросли. В городе прошли рейды по организациями торговым точкам с целью проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил поведения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. При проверке торговых точек было составлено 4 протокола. Руководитель предприятия «Дорожник» Роман Косырев рассказал о работах по городу. На прошлой неделе была проведена уборка урны тротуаров от мусора, покраска пешеходных переходов на улице Карла Маркса и площади Революции. Выполнены работы по вывозу скошенной травы, обрезка и уборка кустов по улице Карла Маркса. Как доложила начальник отдела образования Ольга Валенкова, 130 школьников болеют, в детских садах заболевших 103 ребенка. Закрыты на карантин по ОРВИ детские сады номер 6 и номер 117 до 20 октября. Две группы в детском саду номер 6 закрыты на карантин по ковиду, а также одна группа в детском саду номер 15. Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 70% работников образовательных организаций. Начальник отдела культуры, молодежи и спорта Светлана Муравьева рассказала о применении новых ограничительных мер против коронавируса. Все учреждения культуры работают в том же режиме, но с проверкой QR-кодов. По словам директора Буйской ЦРБ Игоря Нефедова, заболеваемость в городе за неделю снизилась на 3%. Запасы вакцины против коронавируса пополнены.